доброе утро коллеги приветствую всех на интерстриме трейлеров утрейд тв меня зовут игорь суздальцев и мы начинаем программу торговый план за сегодня 2 сентября 2019 года понедельник поздравляю всех с началом новой трудовой недели желаю ее успешного завершения через пять дней ну а сегодня отметим что у нас сегодня первый торговый день осени все друзья уже официально лето закончилось завершаем шашлыки начинаем работу и это хорошо за лето потратились теперь надо зарабатывать чтобы таскать ну было на что кушать сентябре поэтому все друзья официально бизнес сезон 2019 двадцатого года мы начинаем он начинается сегодня завершится он в конце мая а лето все таки июнь июль август это особое время когда мы живем в особом режиме ну вот сегодня мы начинаем бизнес сезон всех приглашаю быстро перестроиться перестроиться это тоже история меняется отношения меняется подход уже меньше получится лежать на диване меньше почитать книжку шашлыки вообще уже в сторону можно уже шампуры помыть и отложить потому что все бизнес сезон начался сейчас то время когда день кормит год вот именно сейчас те проекты которые вы начнете на этой неделе они будут целый год работать и приносить вам прибыль потому что все выходят из отпуска все ищут новые варианты работы а все партнеры все брокера на этой неделе уже все активно начинают думать с кем заниматься чем заниматься как развивать бизнес вот эту неделю терять нельзя ни в коем случае ну и давайте посмотрим с вами конечно чем заниматься сегодня что нам говорят технические и фундаментальные анализы и как нам торговать биткоин друзья крипто отбилась за четыре дня попыток пробоя 9388 криптовалюта биткоин пошла наверх моменте девять тысяч семьсот тридцать четыре доллара дает за одну единицу биткоина и мне кажется сегодня мы можем постоять наверх цель десять тысяч шестьсот восемьдесят девять долларов пришедшие к нам из прошлого месяца на мой взгляд очень легитимно если бы захотели продавить продавили бы четыре дня нет вот здесь это же было четыре дня отбой здесь три дня отбой ну то есть биток научился отбиваться и я думаю что сейчас произойдет то же самое причем может быть взять сейчас и постоять до пятницы как вариант евро доллар друзья до пятницу после семнадцати ноль ноль мы наблюдали как американцы завалили евро доллар то отметки 10961 эта цифра у нас выступлениях коллег звучало мы ее знаем поэтому никто не удивился отбились немножко повыше но максимально девяносто пять пипсов мы падали что для евро доллара хороший проход закрылись на снижение на шестьдесят шесть пипсов ну вот сегодня тоже смотрим вниз да друзья если такой импульс пошел а он уже пошел на этом всю прошлую неделю падал пятницу мы гадали будет ретест или нет но когда он ничего не показал вверх а пошел вниз где-то часам к 11 стало ясно что мы скорее всего на падение но мы болтались мы никуда не шли до семнадцати ноль ноль американцы решили судьбу еврика в пятницу мы сегодня тренд продолжается фунт друзья но похожая история только падал фунт на прошлой неделе не все дни вот кое-как вот там на новостях а якобы переговорах по брейзиту вытащили но смыть он опять пробивает вниз один двадцать один пятьдесят два и мне кажется цель один двадцать двадцать четыре вполне себе легитимная на этой недельки ну и сегодня постоять не сдай в целом он смотрит вниз доллар японская и на друзьям растет хотя несмотря на ураган мы сейчас обсудим эту тему все думают вот час на урагане америка завалится нет друзья я объясню здесь логика несколько иная доллар франк коллеги растет слушать а доллар что доминировать вздумал сегодня с понедельника с утречка на 99 40 ближайшая цель и посмотрите он растет уже подряд шестую торговую сессию как и доллар растет по еврику по швейцарскому франку абсолютно те же ту же шестую поверят торговую сессию как и интересно австралийский доллар как-то странно с гэпом вниз пытается отрасти но здесь рынок непонятен я бы пока не входил новозеландский доллар та же история вверх вниз сейчас стоит на открытии непонятно доллар канадец тоже он хотя с гэпом ушел вверх на сильную зону сопротивления 133 25 и он не взял тоже рынка нет стоим на открытии не в дабы у тебя и в пятницу под снизилась сейчас пытается отрасти но в середине торгового диапазона рынка нет прям та же история пятницу вниз сегодня вверх и непонятно куда ровно из этой середины торгового диапазона мы двинемся натуральный газ чуть-чуть вниз сейчас легком минусе у нас сырье замерло поэтому сырьевые валюты замерли даже история с газпромом легкое движение вниз по по сути на открытии тоже непонятно будет ли отбой от верхней границы доллар рубль здесь движение поактивнее но тоже сейчас допустим рубль укрепляется сказать что берем рубль продаем доллар доллар рубль эту валютную пару да нет небольшие знаете пятницу тоже вниз сходили хорошо причем мы тут и зарадовались а потом бах и вытянули наверх американцы но с учетом того что евро и фунт падает рубль все-таки европейская валюта и сырьевые валюты стоят тут тоже особо непонятно на чем укрепляться рублю золото друзья под снижается мне кажется в рамках общего движения доллара наверх больше не кажется какая-то паника легкая такая даже не паника какой-то может быть какая-то коррекция нет рынка нет друзья рынка нет здесь золоте пока то джонс ударился в сильную зону сопротивления 226 тысяч 387 пунктов и отбивается пока вниз тут я сомневаюсь немножко но посмотрим коллеги в общем кроме ситуации по еврику и по фунтику на которые можно мне кажется ориентироваться остальные темы сегодня типичные для понедельника то есть непонятные а почему у нас зависла сейчас друзья одну секундочку подписано подождите пожалуйста но не ну мы пожалуйста это подождем конечно сколько подождать то пожалуйста понедельник не все хочет работать вот сработало ну что друзья макроэкономические новости давайте посмотрим сегодня бурно наиболее обсуждается конечно тема конца прошлой недели когда был дональд трамп опять поднял тарифы на ввоз товаров из китая китай отреагировал война торговая продолжается ничего она не успокаивается конечно это повлияет на фондовый рынок мировой и но единственно вот не так честно это кажется что все уже давно привыкли меня уже ничто не шокирует ну да вот я смотрю доу джонс так по-прежнему в минусе стоит с утра вот но я что-то не думаю что тоже какие-то сильные это первые разы прямо все обрушалось так все знают уже да все идет глобальной мировой войне торговой в целом это плохо но какой-то паники прям массовой продажи я не ожидаю рост мирового фондового рынка тоже не ожидаю думаю что будет такое легкое плавное снижение и ну каких-то вот сегодня мы торгуем интродей каких-то сегодня глобальных провалов не ожидаю друзья в южной каролине объявлена масштабная эвакуация из-за урагана дориан он идет 5 баллов по шкале мощный один из самых мощных за последние годы вот куда он пойдет южной каролины вниз на техас чтобы повалять нефтяные вышки или пойдет на север никто не знает как обычно но посмотрим пока там миллионы людей эвакуируют конечно там урагана разрушительные силы бывают такие серьезные как это окажет влияние на американскую экономику все почему-то начинают продавать доллар вот там на них ураган да нет обычно даже доллар укрепляется каком плане что что-то ураган разрушит и тут же кидаются строители паскать все сферы восстановления так далее деньги выделяются на скорейшее восстановление последствий урагана на брук экономическая жизнь оживает трубы по нужно там кирпич все прям как массовое строительство восстановления поэтому нет доллар продавать на ураганах не надо мы тоже проехали за 5 лет много раз вот наоборот и ураган он же ураган проходит за сутки он зашел с моря на океана на сушу прошел сутки прогулял что-то там повалял и ушел или или осыпался дождем или ушел опять на океан а вот а потом естественно начинается сразу мгновенное восстановление поэтому продавать доллар на основании урагана нет не работает это так далее друзья политики гренландии готовы рассмотреть предложение трампа о покупке острова око цб аргентины ограничил банки возможности переводить средства за рубеж это друзья часто бывает а признаком начала мирового экономического кризиса либо кризиса развивающихся стран аргентина почему-то очень внутренняя слабость очень большая не моментально банки валяется инфляция резкая и как только аргентина что-то там засбоила все сразу все начинают напрягаться поэтому это серьезный показатель для развивающихся рынка в том числе для россии поэтому пока покупать рубль или покупать российскую фонду но надо осторожно так сказать дональд трамп выступил при перед военными сказал что мы должны готовиться к войне в космосе и прежде всего к тому чтобы встретиться там с россией и китаем но так все жестче и жестче звучат выступления дональда трампа на насчет гонки вооружений в космосе но в комментариях официальных лиц там вообще прямо все война с россией и китаем многочисленные заявления на этой почве прямо не накручивают на настраивает общественное мнение на войну в космосе с россией и китаем так такого я тоже не помню давно но и швеция стороне не осталось решила обложить банки налогом для защиты от россии российские новости коллеги выступил министр экономики развития экономического развития максим орешкин сказал что падение цен на нефть не ударит по экономике россии случае снижения цен на нефть до 40 долларов за баррель за баррель российская экономика не будут не будет испутывать серьезного давления да она сохранить способность к инвестициям реально удивляюсь вот на полном серьезе у меня вызывает такие тревогу такие вот вещи потому что это ну во первых совершенно не так российская экономика полностью базируется на экспорте нефти и газа полностью рушится нефть и газ либо в цене рушится либо экспорт закрывается все экономика легла это понятно и вот то что он говорит прямо противоположные вещи немного удивляет серьезно а зачем он это говорит начинается возникать в голове всякие так сказать конспирологические катастрофические мысли более посмотрите что происходит 12 месяц подряд международные инвесторы сокращают инвестиции на российском фондовом рынке за это время они вывели из страновых фондов 2,9 миллиарда долларов олег берипаска выступил перед рабочими газа и сказал что идет мировой кризис такой сценарий пояснил берипаска возможен из-за торговой войны между сша и китаем даже такие в общем-то осторожные люди как например александр разуваев информационно-аналитический центр аль пари опубликовал статью которая называется россия токсичная страна серьезный такой текст прямо даже не знаю что сказать я причем даже открыл этот открыл ссылочку поспорить фотографию это точно он да точно он до аналитика вся такого хорошего уровня как у него просто сам факт что там факт что уже такие смелые заголовки разрешены но это такое серьезное дело я хочу сказать и олег берипаска тоже вышло очень интересно выступил слушайте я даже не знаю что сказать компании что он так серьезно предупреждает вообще он не только рабочих газа предупреждает он всех предупреждает все друзья давайте посмотрим а что у нас хорошего на чемпионате мира по трейдингу хоть какие-то хорошие новости есть есть евгений питерский остается лидером показатель 0,2 процента доходности но андреев графов и юрий смола я уверен они будут будут бороться будут настаивать и мы скоро от них услышим тоже какие-то хорошие новости в этом не сомневаюсь друзья давайте посмотрим что нам горит монета кстати как пятница не сказал как пятница монета себя показала она показала дабы у тебя был ссыл и это значит что монета на прошлой неделе показала 80 процентов положительных результатов о пожалуйста как работает монета давайте бросим пайсел монету сегодня табыл и тянь американский сорт нефти тем более там ураган идет как видит сегодня монета видит бай на нефти дабыл и тянь видит бай давайте посмотрим что дальше значит монета предполагает что ураган зайдет на территорию техаса и нефтюшка из остановки части производства мексиканском заливе нефтюшка полезет наверх вот такой прогноз у монеты макроэкономические новости выходной канада день труда сша выходной день труда два мощных участника сегодня не работают ну что сказать поспокойнее будет но уже я еще раз говорю осень наступила активность нарастает поэтому может быть не так бурно как можно было ожидать но рынок будет больше никакой макроэкономики на сегодняшний день нет подводим итоги друзья сегодня по основным инструментом я бы выделил еврика и фунтика они настроены на дальнейшее падение все остальное нефть доллар канадец золото фонда пока непонятно пока непонятно то что доллар растет также по иене и по франку мне мне говорит я бы и не стал покупать мне это говорит о том что доллар настроен на серьезное укрепление по европейским валютам потому что если даже по иене доллар растет по европе то он обычно растет этой ситуации посильнее даже я бы например продавал еврика и фунтика в этой ситуации но здесь каждому самому решать все остальное друзья пока в понедельничном тумане понедельник день аналитики будьте осторожны сегодня в своих действиях учитывая что сша и канада сегодня отдыхают поэтому во второй половине дня обострение активности на рынке ожидать наверное не стоит спасибо друзья всем удачи хорошего настроения спасибо 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 Продолжение следует...